Итак, дорогие друзья, мы с вами продолжаем курс 22, но осознанно, чтобы сделать из себя программистов. Сегодня мы рассматриваем настройки полей. Значит, ребят, у вас интересное, длинное, домашнее задание. Я и проговаривал, и написал, то есть с настройками полей надо разобраться один раз и навсегда. Мы с вами также по ходу смотрели настройки полей, я показывал в реальных проектах, смотрели, как их идентифицировать и многое другое. На данном этапе непозволительно недопонимать, на данном этапе непозволительно, значит, чего-то недоделывать. И обратите внимание, я уже говорил, что по Python, например, чтобы у человека, и рассказывал в видео уже не раз, то есть идет целая тематика, где я помогаю человеку просто начать писать на Python реально. У человека вот этот пробел, вот этот пробел между того, что знаю, но не умею писать, он убирается. Есть люди в школе, которые, в принципе, в течение полгода уже пишут на двух языках, поэтому отпало. В связи с этим, для новичков, для самих новичков, на Python, на spb-tut.ru достаточно уроков. Здесь мы ставим немножко иные цели. Давайте их посмотрим. То есть, создана рубрика группы, где даются домашние задания. И это основная ваша будет рабочая площадка. По сути дела, сейчас я вам прочитаю, вы поймете. По сути дела, цель этой группы. Раньше уровень в школе был, это средний уровень считался, что человек может легко написать простой сайт и блог. Сейчас мы поставили цель поменять средний уровень. Я для себя поставил, да, в отношении учеников. То есть, на данном этапе ученик среднего уровня должен легко написать в социальную сеть, магазин и так далее. Для этого мы с вами опять пошли по ядру джанга. Опять пошли по ядру джанга. Где оно, это у нас наше ядро джанга. То есть, пошли по ядру джанга. Принцип у нас остался тот же. Вот, допустим, я сейчас записал аж 11 уроков. Много, да, в книгах вы ни где столько не найдете. 11 уроков, и мы рассмотрели определенное количество полей. После этого вы получили домашнее задание создать две модели. Ребят, пропускаем все через практику. Не пойдет, не посмотреть, забудете. Почему? Потому что я показывал и в реальных проектах. Если вы просто прослушали, считайте, вы выбросили время. Когда вы проделали, вы запомнили. Я не зря говорил сразу в АПС, да, что создайте себе Марк Даван, показал же. И собирайте этот код, чтобы вы могли просмотреть, вспомнить, напомнить. Ребят, я это знаю, мне это неинтересно. На сегодняшний день я могу разобраться абсолютно с любой вещью джанга. Если даже я чего-то не знаю, посмотрел, 3-5 минут у меня работает. Сказал, что этот материал, который я сегодня даю, его в книгах нет. Откуда я его беру? Ну, мы с вами и в начале курса смотрели, то есть весь материал будет в основном браться с готовых проектов, из Open Source проектов. То есть мы материал берем с проектов, которые в открытом доступе, и начинаем его разъяснять. То есть то, чего нет в книгах. Но то, что реально нужно при каждодневной практике. Поэтому, не зря я говорю, что работаем, все пропуская через практику. Договорились, да? С вами. Итак, кто начал с этого видео, именно с этого только, ссылки на школу в описании видео. Переходим на сайт spb-tut.ru Приобретаем пожизненный доступ и работаем. Урока много, все потихоньку, по шагам и вперед. Писать будете, все будет хорошо. Спасибо за доверие. Спасибо.